Друзья, продолжаем наш эфир, и у нас сегодня время лайфхаков, ну и решили на Актуале поработать маленько. В общем, ну как, кто производит маски от коронавируса, грубо говоря, на нашем кошельке. Еще раз мы повторим, наверное, как нужно защитить, защищаться от него стандартными способами. И я нашел статью, где такие не самые очевидные вещи, которые можно сделать, не факт, что не помогут, но пару процентов они хотя бы могут дать тебе в защите от коронавируса. Ладно, сначала с Робокастиль, с такого сайта 7 способов защититься. Само собой, мыть руки, и не только перед едой. Здесь, ну, я не буду все это расписывать, я думаю, все это слышали не раз, но еще раз повторить это стоит. Также, не трогать лицо, потому что... Чужое, тем более, без лишней надобности вообще не трогать чужое. Да, в общем, защита, сколько я перечитал всего, попадает все через слизистую глаза, также через дыхательные пути. Поэтому, если вы застроите лицо, то где-то рядом с глазами тоже все это может попасть. Так, дальше. Вот классный способ защититься от коронавируса. А, кстати, в Перми же запретили его концерт. Да, не запретили, отменили. Да, отменили, вернее. Но вот так это все могло проходить, конечно. Ладно. Безопасно чихать и кашлять. Либо в платок, если платка нет под рукой, то в локоть. Ты знаешь, кстати, что тут еще задолго до коронавируса некоторые исследователи проводили мониторинг того, как много людей имеют в кармашках носовые платочки. Ну, говорят, что носовые платочки вот такие вот, тут такие вот. Ой-ой-ой, не подноси близко ко мне. Не очень хорошо, потому что, ну, они должны быть для того, чтобы даме, мужчине, по крайней мере, даме предложить. Если вдруг она зарыдала от того, что у нее, ну, не знаю, хорошее настроение. И ты из заднего кармана. Да, и ты из заднего кармана чистый, главный носовой платочек. А вообще, как бы оказалось, что у нас меньше 10% населения в кармашке имеет носовой платок. Ну, сейчас уже можно... Неважно, бумажные ли, тканые ли. Да, влажные салфетки, скажем так, это все. Да, влажные салфетки-то тоже не каждый носит. Слушай, да я сходил тут в выходные, купил. Супняли. Зашел, смотрю, о, носовые платки, я их же просто так не найти сейчас. Зашел, купил носовые платки, воспользовался, скажем так, разик. И они настолько жесткие, они как будто из бумаги сейчас какое-то жесткое сделано. Надо искать прям хорошее. И из тканей, на самом деле. Да, ну, какие-то... такая ерунда, короче. Надо искать хорошее, качественное. Все, продолжаем. Избегать общественных мест. Ну, видимо, стараться дистанцию около метра себя соблюдать. Если там кто-то подошел, все, вот моя личная территория, не надо в нее вмешиваться. Проветривать помещения и стараться поддерживать в них влажность. Ну, проветривать понятно, чтобы все циркулировало. Также... Бактерии все летают. Да, можно еще воспользоваться лампами, как это называется, кварцевание делать. Да, да, да. Кстати, на них тоже цены подросли. Да, их сейчас тоже не найти, на самом деле. Так, правильно использовать маски. То есть, если все-таки нашли где-то одноразовую маску, то каждый час-два менять. Лучше их... А, кстати, будет потом еще один способ. Наверное, сразу скажу. В Китае, во время, вот когда у них началась пандемия, многоразовые маски есть, такие штуки, которые чуть плотнее. И чтобы не менять каждый раз, они кладут в микроволновку водичку рядом. И при 55 градусах все бактерии... Погибают. Погибают. Ну, то есть, с этим тоже сильно нельзя экспериментировать. Нужно следить правильно. Почитайте в интернете. Один человек, который тоже, по-моему, живет в Китае, рассказывал, как это делают. Вот, так что, ну, есть такой способ. Надеюсь, он нам не пригодится, и у всех будут чистые маски. У нас, надеюсь, обеспечат этим. Но, если что, есть такая штука. Ну, и не поддаваться панике. Повязка изготавливается из куска марли 100 на 50 сантиметров. Это метр, да? Слоя ваты 30 на 20 сантиметров, толщиной 1-2 сантиметра. С обеих сторон марлю загибают и накладывают на вату. Оставшиеся концы марли разрезают на 30-35 сантиметров. Вот, пожалуйста. Да. Есть еще... То есть, не ватно-марливая, а можно просто марлевую сделать. То есть, много слоев марли делаешь так же, и ее уже можно стирать. Кипяти. Даже кипяти. Или утюгом. И проглаживать потом, то есть, после стирки проглаживать утюгом. Дальше, друзья. Я бы, на самом деле, знаешь, что посоветовал? Так как у нас обычно какие-то чрезвычайные обстоятельства являются поводом не для того, чтобы сплотиться и бесплатно ходить раздавать марлевые повязки, а наоборот, поводом для того, чтобы поднять на них цены, срубить баблишко на чужом горе, на страхе на чужом. Я предлагаю по всем этим мерзавцам, которые позволяют себе в минуты тяжести и опасности наваривать что-то на карман, да покарают их бессмертные боги, сплотиться против этих людей и ударить по их корыстолюбию самыми простыми, незамасловатыми способами. Проигнорировать покупку марлевых повязок, продающихся в тридороганов всяких интернет-платформах сейчас, потому что в аптеках реально не найти даже больших... Делать самим. Делать самим. И устроить флешмоб. Чем круче маска, тем лучше. Запускаем флешмоб. Я переживаю за то, что... Хандмейд маска. За то, что когда кончатся повязки, начнутся подражать марля. Дефицит марли, ваты. Да, укровного материала, который... Я даже, наверное, сейчас быстро скажу, что это за укровной материал. Так, где у меня пикабушная статья? Да, вот. Этот материал называется... Так, 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 так. Короче, сейчас. Не можешь? Поищи, поищи материал. Где-то он тут есть. Ладно, пока. Тайные лайфхаки. В общем, если у вас куртка на молнии с широким воротником, то застегивание молнии до конца образует трубу, доходящую до носа, и можно спрятаться. Вот это, кстати, Леонардо Ди Каприо, но это еще просто он прячется от папарацци. Но, как вариант, это немножечко сократит попадание бактерий. Давай, как называется? Полипропиленовый спан-бонд. Вот, да. Дальше вы можете на пикабу узнать, как это все делать. Почему на пикабу? Это, в принципе, сейчас ретранслируется с сайта на сайт. Полипропиленовый спан-бонд. Ну вот, спан-бонд. Нет, там просто прямо написано, как сделать повязку из этого всего. Дальше. Круглый ворот. В общем, это снизит риск заболеть десятки раз. Дело в том, что вирус парит вместе с водной пылью в определенном горизонте. Полтора-два метра. И поэтому... Дядя Степа из известной сказки. Ну да, он где-то там... А баскетболисты слушают, когда так, как заразились. Это же большие, очень большие люди. Что ты говоришь? И добро пожаловать все. Знаешь, он наклонился к нему. А, слушай, ну он же там каждому микрофону... Я не говорю, что... Ой, слушайте, сейчас же челлендж появился какой-то... Блогеры лежат унитазы. Да, в самолетах особенно. Ну, может быть, это правильно. Кстати, вот это тоже очень важное обстоятельство, про которое медики говорили уже не один раз. На деньгах. На ваших телефонах. На пультах дистанционного управления. На меню. В ресторанах и кафе. Бактерий больше, и заразы больше, чем на подкрышке вашего унитаза дома. Вот это так. Понимаешь? Вот здесь вот больше бактерий, чем подкрышки унитаза. Поэтому я не знаю, они, может быть, спиртом обработали все это, а потом влезали. Но это, конечно, выглядит ужасно, чудовищно. Но, с другой стороны, понимаешь, что... Ни в коем случае не повторяйте, пусть это будет их выбор. Так, ладно, давай дальше вкратце. А, еще надо сказать, что дети не то чтобы не подвержены заболеваниям, не подвержены, у них все гораздо меньше выявлено, но они являются так же... Ну, даже если у них нет симптомов, они могут заражать взрослых. Это тоже недавно. Все, давай дальше. Вкратце рассказываю. Задержка дыхания. Если кто-то рядом чихнул или кашлянул, то задержите дыхание на минуту, постараюсь... Ты серьезно? Ты серьезно? Ты прямо сейчас решил это сделать? Короче, задержите дыхание, человек может задерживать его на минуту, если потренироваться, то две, возможно, это тоже вас спасет от заражения. Маска напрямую от вируса не защищает, но это отложенная защита. Если у вас, в общем, если кто-то заболел, если вы вдруг чувствуете симптом недомогания, и вам надо куда-то выйти, то лучше наденьте маску. А лучше сидеть дома, конечно, само собой. Ну, как одевать маску? На, одевать маску, мы уже рассказали, как ее изготовить. Ну, я думаю, что это несложно попробовать найти самому, если вдруг то, что мы рассказали, оказалось вам непонятно. И маской пользоваться нужно вот обычной стандартной, не больше. Это респиратор, который тоже сейчас сложно найти, но, в общем, защита FFP 3, 90%. Хлопковые перчатки тоже стоит надевать. А зачем? Ну, чтобы каждый раз не промывать их, потому что все равно влияние антисептиков на руки, это не очень хорошо. Также, друзья, из Китая, вот, виды масок. И, казалось бы, месяц назад это все было еще забавно, что они так носят. Но сейчас, честно говоря, я не вижу в этом никакого юмора. Лучше защититься и выглядеть странно, чем заразиться. Поэтому, друзья, вот такие есть виды. Даже лифчики применяли. И, честно говоря, смеяться над этим вообще не хочется. Мне уже давно... Ну, я изначально не хотел над этим смеяться даже. Так что, давай дождемся, когда все это все пройдет. И будем просто радоваться. И через самое короткое время мы будем смеяться над тем, как... Короче, всем здоровья. Будем надеяться, что обойдет стороной нас эта беда. Да, дорогие друзья, в Перми сегодня прохладно. Сегодня отрицательное изначение температур. На дорогах гололедится прямо сейчас. Но в большей части города все-таки и асфальт для автомобилей, и для пешеходов уже подсох. Замерз. Не должно вас не предостередить. Я уже запутался. Да все уже, ладно. Я прошу сегодня отрицательное изначение температур. Спасибо за внимание. Завтра в это же время мы снова поговорим, я так думаю, о коронавирусе. Потому что других тем что-то нет. Надеюсь, положите на ключи. Все, пока. Пока, зараза. Субтитры сделал DimaTorzok